Индустрия сама по себе возрождается. За прошедшие годы киберспорт набирает огромную популярность во всей России и в мире в том числе. Я бы даже сказал, что мы немножко отстаем от остальной планеты. Я просто помогаю эту деятельность немножко структурировать, потому что до этого это происходило более-менее хаотично. Люди, которые играют в компьютерные игры, они обычно делают это дома. Соответственно, многие из них не думают об этих возможностях, что можно участвовать в соревнованиях, получить спортивные разряды и играть не только за какую-то команду своих случайных друзей, но и выступать от имени Пермского края и защищать часть своего региона. Я проводил просто, начал с проведения турниров и в зону интереса попали именно студенческие соревнования, потому что в Москве в тот момент проходил интересный проект. Он назывался Московская киберспортивная лига и мы захотели сделать что-то подобное. То есть это такое многоборье среди сборных студенческих команд. Я договорился, то есть, соответственно, была площадка продумана, был придуман план мероприятия. Это проходило в рамках ночи в университете в ПГУ. И в тот день, то есть заранее была договоренность об аренде техники, но не с владельцем бизнеса другого компьютерного клуба, а как раз с исполнительным персоналом, который сказал, что все согласовано, все прекрасно. И в день мероприятия мы приехали забирать технику. До начала турнира условные 3 или 4 часа приезжает владелец бизнеса и говорит, я ничего не слышал ни про какую аренду техники, мне никто ничего не говорил. И, соответственно, вы ничего от меня не получите. Пришлось влаживать это на месте, довольно сложности вызвало, немножко задержали стартные мероприятия. Но, слава богу, в итоге все вроде бы закончилось хорошо. Несмотря на то, что во всей стране уже активно открывались современные компьютерные клубы, после периода, когда в нулевых они были популярны стихийно, сейчас, буквально 3 или 4 года назад, начинался такой новый бум в стране. В тот момент в Перми площадок таких не было. Были старые компьютерные клубы из нулевых, которые доживали свои годы. Площадки, на которых владельцам не было интереса развиваться, им не было желания усовершенствовать свою технику, улучшать пространство, в котором это все происходит. Да, конечно, это повсеместно распространенное заблуждение у людей, которые не имеют достаточной информации. Они уверены о том, что компьютерный спорт, киберспорт, ну это, наверное, просто игрушки. Но когда человек, любой человек начинает более подробно узнавать эту тему и задавать вопросы, да, со мной пообщается, он понимает, что на самом деле у игроков есть и профессиональные тренера, есть и, по необходимости, там, психотерапевты, спортивные именно по физической культуре тренера, есть менеджеры команд, есть крупная индустрия, где турниры проходят на стадионах. И любой начальный этап, такого краевого, да, городского уровня, где команды начинают формироваться, играть друг с другом, это необходимое начало развития этой индустрии.